Здравствуйте! Сегодня они оба в белом. На примирительный брифинг главный инспектор труда области и директор саратовских бань даже оделись одинаково. А вот еще месяц назад они были по разные стороны баррикады. Но трудовой инспекции 18-й бани не понравилось. Всего на предприятии надзорные органы выявили 140 нарушений. Среди них невыплата зарплаты и незаконные увольнения. Спустя месяц те, кто обвинял, превратились в адвокатов. Львиная доля проблем, которая возникла на предприятии, это все дела минувших дней. По результатам проведенных проверок, руководством банно-прачечного хозяйства, муниципального унитарного предприятия, приняты все предусмотренные законом меры для устранения нарушений трудового законодательства. По словам примирившихся, помогли совместные совещания. Сотрудники надзорной инспекции объяснили юристам банно-прачечного комбината все тонкости трудового законодательства. А на предприятии, в свою очередь, бросили все силы на капитальный ремонт. На него планируют потратить 18 миллионов рублей. Я хотел поблагодарить гос.рудинспекцию, Илду Сидгиревич, его команду за то, что действительно помогли. Теперь конфликт исчерпан. И сотни тысяч горожан может спокойно принимать водные процедуры в саратовских банях. В минувшем году восстановили три бани. Сейчас в Саратове их работает 8 на всех, исправно выплачивают заработные платы и соблюдают технику безопасности. По словам главного инспектора труда, таким образом банно-прачечное хозяйство может стать образцовым предприятием в городе. Надежда Новикова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.